В Алматы прошло очередное заседание по делу о гибели 13 человек при пожаре в хостеле. На скамье подсудимых директор хостела Адильбек Мухамедьяров и владелец компании ГИД-сервис Александр Пекельник. Оба обвиняются в нарушении норм пожарной безопасности, что по версии следствия и стало причиной трагедии. Сегодня в суде были заслушаны показания свидетеля старшего менеджера компании Куса Халык. Эта организация является собственником сгоревшего хостела. Касымов рассказал, что здание было законсервировано и не использовалось до момента передачи в аренду. То есть подготовить его должен был арендатор. А вот адвокат Мухамедьярова считает, что система пожарной безопасности изначально имела недостатки, включая отсутствие второго эвакуационного выхода и проектно-сметной документации. Он сослался на приказ МЧС, который обязывает руководство организации назначать ответственное лицо за обеспечение качественной противопожарной системы. 23 февраля 2024 года, том 45 без дела 1-122, были выявлены нарушения правил противопожарной безопасности, в том числе отсутствие второго эвакуационного выхода и установка системы противопожарной защиты без проектно-сметной документации. Проектно-сметная документация специалист считает, что должно было обязательно быть, а его не было. Мы, как я уже ранее говорил, устанавливали пожарную сигнализацию в пустом, нежилом, без функционального какого-то назначения помещений. Согласно по поводу проекта, проект разрабатывается для определенной вида деятельности. Там мог бы и не только хостел расположить, там мог быть и медицинский центр, у медицинского центра другие нормы. Для хостела другие нормы и правила. На тот момент, когда устанавливалась пожарная сигнализация, объект был пустой, неэксплуатируемый. Опять же, был законсервирован. Продолжение следует...